Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 27 декабря, Православная Церковь совершает память святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Фитиха. В эпоху свирепствовавших по всей Римской империи диоклетиановых гонений около 305 года в египетском городе Фивы были схвачены 37 христиан и брошены в тюрьму в ожидании суда. Один из них – чтец по имени Аполлоний, страшась ожидавших его страданий, но не желая становиться явным отступником, предложил кефаристу Филимону тоже узнику, заточенному вместе с ним, облачиться в свои одежды и вместо него принести жертву идолам, обещая в награду за это четыре золотые монеты. Филимон согласился, но в ту самую минуту, как он возложил на себя Аполлониевы одежды, на него сошла благодать Божия. Филимон сам всем сердцем уверовал во Христа и во время жертвоприношения, на которое он был приведен вместо Аполлония, открыто исповедовал истинную веру. Тем временем правитель Ариан послал за Филимоном, прося его сыграть узником на кефаре в надежде на то, что ее сладостные звуки напомнит христианам о прелестях бренного мира. Услышав свое имя, исповедовавший только что Христа Филимон вышел вперед и заявил, что он и есть тот самый кефарист и лишь назвал себя Аполлонием. Все усилия язычников убедить его в том, что не поздно еще отказаться от своих слов и что, не будучи крещен, он не может считаться христианином, остались тщетными. Филимон был непоколебим в своем решении и тут же чудесным образом принял крещение через дождь, пролившийся с небес на него одного. По молитве мученика четыре золотые монеты, которые он держал в руке, вдруг растаяли в чудесном огне, так что никто более не мог приписать его обращение какой-либо корысти. Когда Аполлоний, в свою очередь, предстал перед судьей, он также мужественно исповедал имя Христова и бесстрашно ступил навстречу мучениям. Ему перерезали жилы на ногах и волокли так через весь город. Филимона же подвесили на дереве и расстреливали из луков. Однако стрелы не причиняли ему никакого вреда, а одна из них, отклонившись, вонзилась в глаз правителю. Движимый состраданием, Филимон обещал последнему, что к нему вернется зрение, если после гибели мучеников он приложит к своей ране землю с их могилы. Затем оба мученика были обезглавлены. Ариан же, как и было предсказано, вскоре получил исцеление на их могиле и уверовал во Христа вместе с четырьмя своими телохранителями. Узнав о том, что Ариан принял крещение, Диоклетиан приказал бросить его, связанного по рукам и ногам, в глубокую яму с привязанным к шее тяжелым камнем. Затем он засыпал яму землей и поставил сверху свой трон, дабы посмотреть, сможет ли Бог христиан вызволить своего исповедника. Вернувшись во дворец, император с изумлением увидел Ариана, возлежащим в его собственных покоях на императорском ложе, над которым свисали бывшие на мученике камень и путы. Придя в себя от неописуемого ужаса, Диоклетиан велел стражникам зашить Ариана и четырех его товарищей в мешки и утопить в море, как чародеев. Однако Господь не дал драгоценным мощам мучеников исчезнуть без следа и послал туда большого дельфина, который на своей спине доставил все пять тел к берегу недалеко от Александрии. Там их взяли благочестивые слуги Ариана, обращенные господином перед его смертью и торжественно перенесли святые мощью в Антиною. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, мучеников Фирса, Левкия и Калиника, священномученика Николая Ковалева-Пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова